КОЛОНИЯ Автор Брахов Вячеслав Глава первая. Прибытие. Гудение корабля было равномерным и очень тихим. Настолько тихим, что скорее ощущалось, как физическая вибрация, чем звук. Григорян смотрел в иллюминатор, на бурую поверхность Ганимеда, и он испытывал крайне разносторонние чувства. В целом они были отнюдь неположительными, как и мысли, что тревожили его разум на протяжении подготовки и всего пути к этому спутнику Юпитера. Ты в порядке? Выглядишь хмурым, впрочем, как и всегда. Улыбаясь, произнес Михаил и тоже посмотрел в иллюминатор. Григорян промолчал, снова уставился на бурую поверхность спутника. Далеко же люди продвинулись, ну согласись! Продолжил Михаил, не обращая внимания на молчаливость собеседника. Экспансия Солнечной системы идет полным ходом. Это же здорово! Вот мы уже до Ганимеда добрались! Михаил радостно заулыбался, толкнул в плечо Григоряна. А ты все мрачный ходишь! Добавил он с иронией в голосе. Григорян, не отвлекаясь от созерцания спутника, неожиданно заговорил. Читал отчеты про первую экспедицию. Те файлы двадцатилетней давности? Ну так, не особо, ответил Михаил и сделал неспешное сальто, наслаждаясь невесомостью. Они вроде пропали, да? Да, в составе было три человека. Через одиннадцать дней после посадки они не вышли на связь. Как, впрочем, и позже. О них больше ничего не известно. Попытка была признана неудачной. Ну это же космос! Чего ты от него ожидал? Мы всегда рискуем! Каждую минуту от момента включения двигателей на старте. Весело хмыкнув, Михаил сделал еще один оборот. Григорян не разделил его веселья. А вот теперь мы тут. Тревожно мне просто. Да что тревожиться! С первой группой все хорошо, никуда не пропали. Сообщение исправно. Да и точка базирования в стороне от места первой экспедиции. Только нервы попусту тратишь. Заключил Михаил и, мягко оттолкнувшись, покинул отсек, оставив Григоряна одного, который продолжил размышлять. Первая экспедиция провалилась. Пропала, как указано в отчетах. Год назад на Ганимет наконец прибыла вторая экспедиция. Ее разделили на две части. В первые шесть человек и шаттл станция для начальной разведки. Вторая стартовала позже, на несколько месяцев. В ней состояло три человека и основной объем груза. Это были запасы пищи, воды, кислорода, инструментов и оборудования. Одним из этих трех был и Григорян, которому не нравилась атмосфера, что сложилось вокруг темы покорения этого спутника в прошлом. Да, подобные мероприятия опасны. С этим он был согласен. Постоянно бывали какие-то поломки, обрывы связи, чрезвычайные ситуации. Но на то это и космос. Он всегда предлагает испытания. Люди с ними либо справлялись, либо отступали. Альтернативы редко появлялись. Шанс на ошибку всегда был велик. Исчезновение первых исследователей на Ганимеде Григорян считал как раз тем самым провальным шансом. Из отчетов он знал, что год назад, когда прибыла первая часть второй экспедиции, они нашли шаттл станцию в точке посадки. Правда, их самих или их тела так и не нашли. Григорян находил это жутким и неправильным. Слева от Григоряна слегка прошипел открываемый люк отсека и плавно, корректируя свой полет в невесомости, проплыл капитан шаттла. На синей нашивке, вышитая золотистыми нитями, значилась фамилия Маврин. «Саша, есть добро на спуск. Пора», – сказал он, не прекращая движение, и скрылся в другом отсеке. Поток темных мыслей Александра Григоряна сдерживало только одно. С момента посадки первой группы с ней все было хорошо. Размышляя об этом, он оттолкнулся и направился в рубку управления. Спуск прошел гладко. Спустя 30 минут и мягкого толчка двигатели наконец затихли. Точка нашей посадки находилась в десяти минутах пути от основной станции. Ждали прибытия ровера и подготавливались к выходу. Спустя 11 минут вышли из шаттла. Ровер уже ждал. Водитель поднял руку в приветствии. Ужил общий канал связи. «Добро пожаловать на ганимет, коллеги. Забирайтесь и пристягивайтесь». Молодой мужской голос звучал весело и доброжелательно, напоминая голос Михаила. Поздоровались и, устроившись на сиденьях, начали движение к основной станции. Григорян осматривал местность. Они постепенно погружались в каньон. Серые бурые камни и скалы постепенно росли по обе стороны от них. Когда глубина каньона уже была настолько глубокой, что пришлось включить фары ровера, Маврин обратился к водителю. «Я капитан Сергей Маврин. А как вас зовут?» «Раз знакомству, капитан. Я домовой», – сказал парень. Повисла пауза в эфире, недоуменным хмыканьем и сопением трех новоприбывших. Водитель разразился легким смехом. «Это фамилия моя, домовой». Он указал рукой на правое плечо, где был пришит шеврон с нашитой на нем фамилией. «А зовут Станислав. Но все называют меня по фамилии. Она еще вроде как и прозвище. А как вас зовут?» – спросил он и немного повел корпусом в нашу сторону, не отрываясь от управления транспортом. «Я Александр Григорян, первый бортинженер. А я Михаил Луганов, второй бортинженер. Рад знакомству», – сказал по связи голос позади Григоряна. «Как вы тут обустроились? По отчетам у вас все идет по графику, насколько меня известили». Капитан повернулся к домовому. Насколько это позволяло тело в скафандре, пристегнутое к сиденью? «Ну…» – парень явно замялся. «Сами сейчас узнаете, капитан. Мы почти на месте». Капитан только хмыкнул. Григорян тоже хмыкнул, но только в мыслях. Спустя минуту, обогнув большую насыпь скальной породы, перед ними замигала огнями станция, расположившаяся на широкой скальной площадке. Ровер подкатил к главному шлюзу и мягко остановился. Все отстегнулись и покинули сиденья. Затем вошли в шлюз. Раздалось шипение, заканчивался кислород и выравнивалось давление. Когда красный индикатор, расположенный над вторым шлюзом, загорелся зеленым, домовой повернул ручки блокировки, и вся компания, тяжело шагая в скафандрах, вошли в отсек, где сняли их и закрепили на стеллажах. Затем, оправив форму, вошли в основную часть станции. Встречали прибывших радостными поздравлениями и улыбками. Первой к ним обратилась стройная женщина с весьма приятным голосом. «Ковылина Анна Михайловна, ведущий научный сотрудник». Она пожала всем мужчинам руки. Григорян, Маврин и Луганов представились, одновременно обращаясь к ней и к остальным присутствующим. Ковылина повернулась к сотрудникам, что стояли слева от нее. «Это Крапивин Константин Алексеевич, биолог». Рука указала на мужчину сорока лет, с короткими волосами и серыми глазами. «Это наш химик, Лавров Вячеслав Витальевич». Женщина указала на следующего мужчину, слегка поклонившегося в приветствии. «Возрастом он был явно моложе, чем биолог», – подметил Григорян. Но точный возраст на глаз он определить не мог. Следующими были представлены технический специалист Марк Шавыкин, явно крепкий мужик, если судить по фигуре. Последним был уже известный младший научный сотрудник Станислав Домовой. Снова обменявшись улыбками и приветствиями, повисла какая-то неловкая пауза. Григорян сначала не понял, что происходит. А когда капитан задал вопрос, в груди Григоряна снова зашевелился тугой комок тревоги, что беспокоил его весь полет. «А где шестой участник?» – спросил капитан и оглядел всех присутствующих. Когда их взгляды потупились, лица отвернулись в стороны. Улыбка сошла с лица капитана. «Второй младший сотрудник, Голованов Николай», – спокойно сказала Ковылина, – «отсутствует на станции». «А, он снаружи сейчас работает?» Голос капитана стал чуть тревожнее. «Нет, снаружи его тоже нет». «Что вы имеете в виду? Я не понимаю». Капитан был в недоумении. «Он пропал. Мы не знаем, где он». Ковылина смотрела на капитана, не отводя взгляда. «Как это пропал? Мне ничего такого не передавали?» – начал капитан, но его прервали. «А вам бы и не успели передать. Идемте в кают-компанию, я объясню подробнее». Она, развернувшись, пошла к двери. За ней последовали остальные. Когда в кают-компании все нашли себе место, где сесть, Ковылина начала рассказывать. Михаил, периодически косящийся на Григоряна, наблюдал, как тот мрачнел с каждым сказанным словом. Впрочем, говорила она недолго. «То есть, если коротко, то двое суток назад вы обнаружили среди скальных образований расщелину, а в ней вход в систему пещер», – заговорил Маврин, хмурясь, мысленно собирая ситуацию в единую картину. «Мы пока только предполагаем, что это система», – вежливо уточнила Ковылина. «Хорошо, пещеру». «Затем вы связались с землей и получили разрешение на исследование, так?» – Ковылина кивнула. «Затем вы направили туда Голованова и Домового, чтобы установить мобильный научный отсек и первичное освещение». Ковылина снова кивнула. Когда Домовой устанавливал каркас, выяснилось, что необходимо вернуться на станцию, чтобы взять дополнительные инструменты. В это время Голованов устанавливал генератор и должен был разместить прожекторы снаружи у входа и внутри пещеры. Домовой на ровере вернулся на станцию, взял инструменты и вернулся к отсеку. «Все правильно». Капитан скрестил руки на груди и уперся взглядом в стол. Ковылина сказала утвердительное «да». «Сколько времени это заняло у него?» Женщина немного подумала, склонив голову на бок. «Около сорока минут, да плюс-минус пять минут, не больше». И когда он вернулся, Голованова уже не было. Продолжил капитан, вставая со стула и, подойдя к фильтрующему аппарату, налил стакан воды. «Да», – заговорил Домовой. «Я обыскал там все, и недостроенный отсек, и вокруг посмотрел. Так же у входа и немного внутри пещеры. Но далеко я не заходил. Там…» Он замялся, но затем продолжил. «Там странно все. Два прожектора внутри установлены, а третий просто валялся. Я прошел еще немного вглубь, где начинается развилка, и вернулся назад. Доложил на станцию, затем по приказу снова обыскал все вокруг. Но ничего, что указывало бы на то, где Голованов, я не нашел». Затем я связалась с землей и доложила о ситуации. Ковылина откинулась на стуле и потерла лицо ладонями. «Нам приказали провести еще один выезд на место инцидента. Но самостоятельный поиск в пещере нынешним составом был признан слишком рискованным. Мы решили дождаться вас. Вы назначены главным, капитан. Есть распоряжение организовать поиск тела в пещере». «Тело?» «Думаете, он уже мертв?» Капитану не нравилась мысль, что они понесли человеческие потери. «Полагаю, что да. Запас кислорода в скафандре рассчитан на четыре часа». Ковылина была спокойна. Хотя, по мнению Григоряна, это было равнодушие. Сколько прошло времени с момента, как Голованов пропал? Голос капитана стал глухим. Ковылина подняла на него взгляд. «Около пятнадцати». «Черт, да». Капитан потер переносицу. «Ладно, хорошо. Значит, сейчас всем расход – отдыхать. Через восемь часов отправляемся на поиск». Он встал и обратился к Ковылиной. «Идем в рубку, свяжемся с землей. Доложу о прибытии и обсудим детали». Расходились по каютам в тишине. Домовой показал Григоряну и Луганову их комнаты. Комнаты были маленькими и весьма скромными. Койка, столик, стул, пара полок и шкафчик. Санузел был общим и находился в конце коридора. Григорян снял китель и лег на койку. Мутные мысли о сложившейся ситуации не давали покоя. Поток мыслей прервал стук в дверь. «Саша, ты спишь?» Это был Михаил. «Нет, заходи». Бортинженер вошел, осмотрелся, присел на стул. Постучал пальцами по столику. «Ну, что думаешь?» – вопрос, которого ожидал Григорян. «А что тут думать? Ты все слышал. Я знаю столько же, сколько и ты. Разница только во мнениях». Михаил прекратил стучать по столу и сложил руки на животе. «Вот я и спрашиваю твое мнение. Что ты думаешь об этой ситуации?» «С большой долей вероятности мы потеряли одного участника экспедиции. Это весьма прискорбно». «Правда, мне показалось или нет. Заметил, что это… Ковылина». Григорян, подумав, продолжил. «Она уж слишком… спокойна». Либо она морально вымоталась из-за инцидента. Шутка, что ли? Человек пропал. Причем в ее зоне ответственности. Либо ей все равно, и она умалчивает что-то. Хотя, мне могло показаться, и оба выводы ошибочны. «А что, если не показалось?» Михаил придвинулся вместе со стулом к койке и наклонился поближе. «Что, если ты прав?» «Знаешь, я не сторонник твоих мрачных рассуждений на тему «Все может быть плохо, поэтому нужно быть готовым к разному дерьму». Забавная интонация, с которой он это говорил, вызвала у Григоря на улыбку. «Но тут я с тобой согласен. Ей будто бы было плевать на это. На ее месте я бы себе места не находил». «Может, она так держит себя в руках, хотя испытывает стресс. Это было бы вполне логично. Паникерам и истеричкам нет места в космосе. Тем более в таких экспедициях, как эта», – подчеркнул Григорян. Михаил рассмеялся и отодвинулся. «Теперь мы поменялись местами, да? Я говорю о плохом варианте, а ты находишь варианты, почему это не так. Предпочитаю думать и перебирать все варианты, вот и все». «Большие думы, большие печали. Слышал такое?» Покачавшись на стуле, он встал и подошел к двери. «Но знаешь, в этом и есть твой плюс. Ты хоть и хмурый, как пес под дождем. Большую часть времени. Однако на тебя можно положиться. Ты умеешь принимать верные решения, когда это необходимо». Григорян хмыкнул. «Ну вот и я об этом». Кивнув с напущенной грустью, под которой едва сдерживался смех, Михаил вышел. Оставшись снова в тишине, Григорян подумал, что, возможно, Миша не так уж и не прав. Ковылина вела себя подозрительно, либо он снова по привычке накручивает себя на плохие мысли. Спустя четверть часа, не найдя для себя ответов, Григорян уснул. Глава вторая. Пещера. Проснувшись спустя несколько часов, посмотрел на таймер. До начала сбора поисковой миссии оставалось около часа. Григорян встал, выйдя в коридор, направился в санузел. Оставшийся час потратил на то, чтобы привести себя в порядок и поесть в кают-компании, где уже собирались все остальные. Зазвенел таймер на часах техника Марка. Через пару минут на часах Домового и Крапивина. Все уже собрались, дожидаясь капитана Маврина и Ковылину. Как только Григорян о них подумал, дверь кают-компании отворилась и они вошли внутрь. Последующий брифинг был коротким. На поиск отправлялись Григорян, Домовой, Крапивин, Ковылина и Марк. Действия распределили следующим образом. Поиск в пещере проведут Григорян, Крапивин, Ковылина и Марк. Домовой останется снаружи и продолжит установку мобильного научного отсека. Возражений не было. Погрузившись в ровер, двинулись в путь. Ехали около двадцати минут, как посчитал Григорян, посмотрев на экран ГПК на рукаве скафандра, когда они остановились. Фары ровера освещали полусобранный отсек, несколько ящиков с панелями и креплениями, мотки кабелей. Чуть в стороне было еще что-то, но зона освещения фар туда немного недоставала. Включив фонари, все двинулись к строению, светя по сторонам. Григорян прошел в сторону, посмотреть на что не хватило освещения роверу. Это оказался генератор с двумя катушками кабелей, лежащими возле него. Пройдя еще немного в сторону, Григорян увидел стойку с установленным прожектором. Поводя фонарем, обнаружил второй прожектор. Через десяток шагов проступил вход в пещеру. Григорян поежился. Вход этого разлома пугал его. В голове текли неприятные мысли о судьбе пропавшего Голованова. «Григорян!» – ожил канал связи. «Я у входа». Григорян продолжал смотреть в темноту пещеры, не в силах отвести взгляд. Она притягивала, словно чувство «лапель дю вид». Как красиво звучит на французском. Но если по-простому, зову пустоты. Когда хочется прыгнуть с обрыва или моста туда вниз, в бездну. И ощутить, что же будет. Из этого транса его вывели лучи света, что засияли вокруг него. Это подходили остальные. «Мы осмотрели все вокруг еще раз. Ничего не нашли», – сказала Ковылина, которую капитан назначил в группе главной. «Остается только пещера. Домовой продолжит сборку отсека. Мы внутрь. Идем». Яркие пятна и лучи света фонарей перемещались по каменным стенам. Шли медленно, осматривали каждый кусочек пола и стен. Так прошли метров пятнадцать. Остановились. Все фонари уставились прямо, медленно стекая и переходя с одного предмета на другой. На полу среди мелких камней лежали два прожектора. Один был установлен на стойке. Рядом валялся набор инструментов. Несколько ключей из него лежали на камнях и блестели новенькой сталью, когда на них падал свет. Голова новоили его тела нигде не было. «Где же ты?», – тихо произнесла Ковылина, но микрофон уловил фразу и передал остальным. «Пойдем дальше», – задал вопрос Марк. «Да, продолжим». Ковылина двинулась вперед. За ней Марк. Следом двинулся Григорян и замыкал цепочку крапивин. Осматривая стены и пол, Григорян размышлял. О судьбе пропавшего, о том, какой могла быть его смерть, представлял себя на его месте. И что бы он при этом чувствовал. Этот спектр мыслей и чувств Григорян находил крайне неприятными и пугающими. А еще его беспокоил скафандр. Жутко хотелось его снять. Хоть он и был привычен благодаря тренировкам и практическому использованию, но сейчас, в темноте, под толщей почвы и скал он мешал, сковывал. Мало ощущений, которые хотелось ощущать. Запахи, температуру, потоки воздуха, касающиеся кожи. Ведь в скафандре всего этого нет. Ну, кроме звуков, пожалуй. Но их было мало и к тому же слышались приглушенно. Причиной тому была слабая атмосфера Ганимеда с крайне малым содержанием кислорода в ней. Все это давало двоякое чувство, одновременно безопасности и тревоги. Борясь с этими чувствами, Григорян продолжал идти вслед за Ковыленой и Марком. Поначалу камни и порода под ногами были сухими, но чем дальше от входа, тем больше поднималась влажность. Стены темнели, и на них начинал появляться влажный блеск. «Что скажете, господин Григорян?» Немного пыхтящий голос Крапивина, идущего позади, зазвучал с помехами. «Насколько безопасно тут вообще находиться?» «Я не знаю, я не спелеолог». Григорян начал лучше усматриваться в трещины и разломы в стенах. «Влажность есть, но не более чем конденсат, а порода выглядит устойчиво. Трещины есть, как вы видите, но в целом это большие скальные образования, я думаю. Это максимум, который я могу вам дать на ваш вопрос. Тут нужен специалист. Да, согласен с вами». Крапивин закивал. Григорян не видел этого, но по интонации был уверен, что биолог делал это по привычке. «Специалист-спелеолог или кто-то, кто хотя бы понимает в горном деле, нам бы пригодился». Последние слова практически пропали в шуме эфира. Но Григорян понял, что говорил Крапивин, просто по общему смыслу сказанного. Связь явно ухудшалась. Через несколько шагов группа остановилась. Впереди была развилка. Один из ходов заворачивал правее, а второй под небольшим уклоном уходил вниз и сворачивал влево. Григорян задал вопрос, о котором, как он полагал, думали все. «Будем разделяться? Нежелательно. Высокая вероятность заблудиться», – ответила Ковылина. «Из того, что я видела до этого момента, пещера, скорее всего, карстовая, и это не очень хорошо. Карстовые могут быть длиной много километров и ветвиться так, что черт ноги сломает, в итоге образуя реликтовые системы». Григорян и Крапивин повернулись и посмотрели друг на друга, светя фонарями в район груди. Затем снова развернулись в сторону Ковылиной. «Госпожа Ковылина», – биолог протиснулся мимо Григоряна. «Вы говорите весьма уверенно. У вас есть опыт спелеолога, о котором вы нам не говорили?» «Нет, с Земли прислали данные, которые я запросила, о том, что, возможно, нас тут может ждать. Вот и сопоставила увиденное с прочитанным. В целом, в познаниях о пещерах я от вас едва ли куда-то ушла». Пока она говорила, Григорян снова обратил внимание на помехи в эфире. «Связь ухудшается. Разделяться точно не следует, иначе мы просто не сможем даже общаться», – высказал свое мнение Марк. «Верно», – подметила Ковылина. «Сначала обыщем один проход, затем второй. Времени у нас немного, кислород расходуется. Идем так же, цепочкой. Говорите, если что-то увидите. Повороты будем отмечать опознавательными лентами. Марк, вот сюда, пожалуйста», – она указала рукой на стену. Марк достал из подсумка штырь с привязанной на конце красной лентой, вбил его небольшим молоточком в указанное место. «Благодарю. А теперь продолжим. Будьте внимательны». Развернувшись, Ковылина направилась в левый проход. Григорян поднес к щитку шлема индикатор кислорода, больше половины, и двинулся вслед за Крапивиным, оказавшись замыкающим. Глава третья. Жизнь. Цепочка людей шла, осматривая проход за проходом, отмечая исследованные. Многие ответвления заканчивались слишком узкими проходами, чтобы в них мог протиснуться человек в скафандре. Перспектива намертво застрять между скал не устраивала никого. Пройдя в сторону по очередному проходу, снова уткнувшись в сужение, группа повернула назад. Снова вышла в основной проход. Когда сделали пометку и двинулись дальше, идущий последним Григорян, проходя мимо прохода, из которого они только что вышли, на самом краю зрения, насколько позволял обзор шлема, в темноте уловил какое-то быстрое движение. Григорян вздрогнул, резко повернулся, направляя луч фонаря в темноту. Быстро заводил им стороны, стараясь осмотреть как можно быстрее и больше пространства, в поиске которого уловило зрение. Сердце, поначалу давшее старт, начало успокаиваться. Показалось, это был отблеск шлема или сказывается накапливающаяся усталость вкупе с психологическим напряжением? Григорян отогнал эти мысли и повернулся в направлении группы, свет фонарей которой уже начинал скрываться за изгибами пещеры немного поодаль. Сердце Григоряна, которое уже вернулось в норму, получив импульс поступивший сначала от зрительных нервов, потом от мозга, сначала застыло, а затем заработало как сумасшедшее. Волна ужаса накрыла его, заставила замереть. В голове зашумело, капли пота выступили по всему телу, впитываясь под кладку скафандра. В двух метрах от него стояло существо. Оно замерло, как и Григорян, когда луч света выхватил его из темноты. Ни высокое, ни выше колена. Небольшое антрацитовое тельце на шести лапках, изгибающееся, как у паука. Две передние были подняты, направлены в сторону Григоряна. Их кончики слегка подрагивали. На голове существа, резко, короткими движениями двигались челюсти хелицеры. Григорян сначала не понял, что слышит звуки. Сердце, бросившееся в голоб, стучало в голове. Но постепенно, приходя в себя, Григорян понял. Существо издает какой-то звук. Он напрягся и прислушался. Слабые глухие щелчки. Существо издавало то ли стук, то ли щелчки с помощью челюстей. Григорян не мог определить точно. В момент, когда Григорян сделал движение, слегка меняя позу, в которой стоял все это время. Передние лапки этого паука, как это в данный момент определял мозг человека, пытаясь хоть как-то объяснить происходящее, дрогнули сильнее. И паук сделал резкий рывок вперед. Григорян снова замер. Существо резко остановилось в трех шагах от него. Подняло передние лапки. Снова застучали хелицеры. Но Григорян уже не двигался, напрягая мышцы всего тела, чтобы оставаться в той же позе, в которой замер. Из темноты, позади Григоряна, выбежало еще одно существо. Остановилось рядом с первым. В круге света фонаря, что он держал. Повертелось в стороны. Подняло лапки. Защелкало. В шлем ворвался шум помех. Григорян! Григорян, где вы? Помехи шумели. Слова звучали рвано. Я... Я... Тут... Тут... Захрипел Григорян сухим горлом, едва ворочая языком. Господин Григорян, где вы? Голос Крапивина был торопливым. Биолог явно испугался, когда понял, что идущий позади него Григорян вдруг исчез. Стойте! Не идите! Григорян видел, что оба паука повернулись в сторону, где была группа. Лапки задрожали. Пощелкали челюсти. Пауки, зашевелив конечностями, побежали в темноту, в направлении людей. Заметив движение, Григорян слегка изменил положение кисти руки. Направил фонарь вверх. По стенам и потолку, вслед за первыми, пробежали еще три существа. Григорян! Голос Ковыленой зашумел в эфире, сменив Крапивина. Если вы нас слышите, стойте на месте! Нет, не идите! Остановитесь! Григорян захрипел, прочищая горло. Остановитесь! Мы будем идти назад по основному ходу, продолжала Ковылено. Следите за светом фона! Голос прервался. Спустя секунду эфир заполнил шум помех, прерываемый криками. Это вывало Григоряна из ступора. Он сделал пару шагов вперед, но снова остановился. Мозг пронзили мысли одна за другой, перебирая варианты того, что он сейчас должен делать. Перебирал в уме, что предписывали протоколы в такой ситуации. К черту! Прорычал Григорян, отметая этот поток мыслей. Руки нашарили на поясе висящий инструмент для скола образцов породы. И приняв решение, быстрыми шагами пошел туда, где через эфир неслись крики, тяжелое дыхание и шум помех. Происходящее было ужасным. Свернув небольшой поворот, где мелькал свет, Григорян увидел лежащее на полу тело. Человек лежал на животе. Под ним и вокруг него, на камнях, уже схватывалась ледяными кристаллами кровь. Еще два человека в скафандрах, стоя в узком проходе, сражались за жизнь. Григорян видел, что они проигрывают. Перешагнув тело, вступил в схватку. Светя фонарем, он ударом инструмента сбил одну тварь, что вгрызлась в поясную сумку скафандра. Он пока не знал, кто именно из группы это был. Еще одно, запрыгнув на спину, грызло плечевой ремень кислородной системы. Третий паук вспарывал запястье скафандра, окутанное белыми струйками вырывающегося кислорода. Григорян не видел лицевой стороны шлема или нагрудного шеврона, чтобы выйти на связь и хоть как-то скоординировать действие. Григорян снова замахнулся. Нанес удар. Но отбиваясь, человек в скафандре повернулся в сторону, из-за чего удар пришелся по двум лапкам твари и ударил в плечо. Вместо тушки паука, куда целился Григорян. Лапки твари переломились, она упала на камни. Человек отреагировал на внезапный удар, продолжая попытки отцепить паука от запястья. Повернулся на Григоряна. Это оказалось Ковылина. Он увидел ее лицо. Бледные, разметавшиеся волосы мешали ей видеть. С губ слетела слюна, смешиваясь со стекающими слезами. В глазах был ужас и обреченность. Григорян ударом руки попытался сбить паука с запястья Ковылиной, но не смог. Он крепко держался челюстями, шевеляв в воздухе теми конечностями, которые не находили опоры. Эфир заполнил завывающий всклип, когда Ковылина повалилась на камни. Григорян, сделав шаг, ударом ботинка все-таки сбил паука с руки женщины. Второй паук с двумя сломанными ногами, сделав рывок, кинулся на ногу Григоряна, но не смог зацепиться. Получив удар ногой, его прижало к камням. Григорян надавил всем весом, который ему был доступен, чувствуя, как блестящий антрацитовый панцирь проламывается под подошвой. Семенящие по земле несломанные лапки прекратили движение. В тот же момент на грудь к нему запрыгнул паук, что до этого грыз руку Ковылиной. Хелицеры вцепились в шейное крепление шлема. Григорян почувствовал огромное давление и боль. Взмахнув обеими руками, он мощным ударом сбил паука себя под ноги. Раздался треск ткани и шипение, когда челюсти сбитой твари рванулись вниз вслед за тельцем. Григорян замолотил ногой, ломая лапы и давя покрытую панцирем тварь. Кровь стучала в висках. Тяжело дыша, подобрал выпавший фонарь. Огляделся. Немного в стороне увидел Марка. Тот вбивал камень в тело паука. Панцирь лопнул, и бурая масса пузырясь выступила наружу. Другой паук лежал в стороне и тоже был мертв. Когда луч света упал на лицо Марка, тот остановился. Бросив камень, откинулся спиной на стену. Григорян старался привести дыхание в порядок, но у него не получалось. Снова обратил внимание на шипение и резко поднес к лицу индикатор кислорода. Значением было в красной зоне. Челюсти паука нарушили герметичность скафандра. Он терял кислород. Резко сел, достал из поясной сумки две пластины герметика, постарался прилепить ее на поврежденный участок ткани. Шипение прекратилось. Он встал и подошел к технику, что продолжал сутулившись сидеть у стены. Положив руку ему на плечо, он поднял корпус техника. – Марк… – голос сухо хрипел. Очень хотелось пить. – Марк, приди в себя. – Марк открыл глаза. Лицо было бледным. – Григорян… – Марк пытался сфокусировать взгляд. – Да, да, это я. Что с кислородом? Костюм цел? Нет, не думаю. Тяжело дышать. Напойся. Герметик. Открой. – Сейчас, сейчас… – сказал Григорян, доставая пластины герметика и осматривая скафандр Марка. Повреждение нашлось быстро. Было вспорото бедро. Кровь застыла кристаллами на разорванной ткани, края которой шевелились от выходящих остатков столь ценного воздуха. Григорян быстро, как только мог, закрывал герметиком повреждения. Потратив все пластины, и свои, и Марка. Снова заглянул ему в шлем, ловя взгляд мужчины. – Марк, соберись. Можешь встать. Григорян поводил фонарем в обе стороны прохода, осматриваясь. – Не знаю. Нужен кислород. Марк дышал все тяжелее, делая глубокие, короткие вдохи. – Сейчас, погоди. Григорян встал, подошел к Ковылиной. Женщина не двигалась. Перевернул тело. Она была мертва. Открытые глаза продолжали смотреть, но уже ничего не видели. Лицо так и застыло в маске ужаса и боли. Если она и знала что-то о настоящей судьбе Голованова, о том, что на Ганимиде есть подобные существа и скрыла все это, то теперь ответы ушли вместе с ней. Григорян переместился к другому телу. Тоже перевернул на спину. Это был Крапивин. Видимо, он и погиб первым. Скафандр на груди был разорван, пропитан замерзшей кровью. Решение Григорян принял быстро. Мертвым воздух не нужен. Отсоединив кислородные системы с обоих тел, он подошел к Марку. Опустившись на колени, нагнул его тело. Начал переключать клапаны. Когда он закончил, кислород снова заполнил скафандр Марка. Григорян снова поднял корпус техника. Тот жадно задышал и открыл глаза. Марк, Ковылина и Крапивин мертвы. Я снял их воздушные системы. Одну установил тебе. Мой воздух тоже на исходе. Вот, возьми. Григорян вложил в руки Марку крепление. Мне нужно, чтобы ты переключил мою систему на эту. Да, я понял. Марк подался вперед. Давай. Григорян повернулся. Спустя минуту почувствовал поток воздуха. Посмотрел на индикатор кислорода. С облегчением увидел, что он повышается. Что это была за дьявольщина? Что за хреновый твари? Марк откинулся на стену, зашарил рукой. Органическая жизнь. Глухо ответил Григорян, подав технику его фонарь. Жизнь, да? Марк хохотнул, скривился. К черту такую жизнь. После такого и славы первооткрывателя не особо хочется. Лучше такую жизнь вообще не встречать. Марк, нужно идти, пока силы есть. Григорян встал, помог подняться Марку. Сильно хромая, шипя ругательство, зашагал, облокотившись на Григоряна. Сделав несколько шагов, замерли. Марк недоуменно заворчал. Ты чего? Чего застыл? Прислушайся. Слышишь? Марк немного отстранился и повертелся. Что слыш... Марк замолчал. Они слышали. Слабый, на самой грани слуха звук. Щебетание или перестук. Словно хор трещоток. Григорян сразу понял, что это. Сердце уже в который раз набирало обороты, разгоняя с кровью очередную порцию адреналина. Уходим, быстро! Григорян, практически волоча за собой Марка, зашагал в сторону выхода. Это они, да? Марк, стоная от раны на бедре, продолжал шагать, увлекаемый Григоряном. Да, это что-то вроде звуковой локации или что-то похожее на нее. Жаль, Крапивин погиб. Я думаю, он бы дал нам больше ответов. Шагали быстро, стараясь не пропускать ни одной метки, вбитой в стены. Если потерять правильное направление, они точно тут и останутся. Шелест щелчков позади постепенно становился немного громче. Ужас, что двигался вслед за ними, подстегивал нервы, придавал сил. Спустя несколько минут вывернули на яркий свет прожекторов. Видимо, домовой успел их подключить. Прошли, стараясь не зацепить стойки. Не хватало еще упасть. Вышли из пещеры. Пройдя мимо мигающего зелеными огоньками генератора, подошли к отсеку. Из-за одной из стен вышел домовой, неся какой-то ящик. Он застыл, увидев Григоряна и Марка. «Ровер, быстро! Уезжаем!» – крикнул Григорян и, перехватив поудобнее техника, зашагал к транспорту. Домовой, быстро опустив ящик, обогнал их и побежал к роверу. «Что случилось? Где остальные?» – спросил он, запрыгивая на водительское место. «Мертвы. Нужно срочно на станцию. Марк ранен». Григорян опустил техника на пассажирское сидение. Пристегнув его, сел рядом. Домовой повернулся к ним и хотел сказать что-то еще. Григорян зарычал от накатившего раздражения, прерывая все вопросы парня. «Двигай давай, черт тебя тери!» Домовой отвернулся, и ровер сорвался с места, набирая скорость. Григорян откинулся в кресле и резко расслабился. Тело дрожало. Накатила слабость отступающего напряжения, смешанного с адреналином. Григорян смотрел на бурые скалы, в голове была только одна мысль. Ганимед не нуждается в колонизации. На Ганимеде уже есть колония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова